Привет, Петербург! Сегодня Невару в вкусном месте под названием «Вкусно-вкусно». С нами владелец этого заведения Александр. Александр, расскажи, пожалуйста, о себе, как ты пришел к идее заняться этим бизнесом. Ну, это на самом деле больше не бизнес, это желание души заниматься действительно вкусными вещами. Довольно-таки давно я начал заниматься японским чаем, открыл его для себя. В отличие от китайского, и остановил свой интерес на нем. И впоследствии место начало обрастать прочими вкусностями, к примеру, сыром. Почему именно сыр? Почему именно чай? Оба этих продукта вкусные и уникальные, и мы с нашей командой ее очень любим их. И когда мы присоединяли продукт сыра к продукту чая, нашей задачей было найти сочетание этих двух, казалось бы, несочетаемых вещей. Ты хорошо знаешь всех своих клиентов, или бывает, что заходят совершенно случайные люди? Основной костяк наших клиентов – это постоянные гости. Конечно, всех мы их знаем по лицам и именам. Но и случается, что заходят, что называется, гости с улицы. Мы им тоже всегда рады. С чего начинался твой сырный путь? Мой сырный путь начинался с того, что я не любил сыр. И однажды, съездив с супругой в Париж, мы попробовали там сыр «Мимолетт», и я полюбил этот продукт и решил, так вот же оно, это должно быть и здесь. А потом, конечно же, потянулось одно за другим, мы стали пробовать различные сыры и пришли к осознанию того, что это уникальный продукт, и аналогов ему внутри страны невозможно создать. И решили заниматься завозом сыра в страну потихоньку. Что, Андрей, нас подвигло тебя открыть сырную ванну? Со временем я понял, что пришло время поделиться. Поделиться с широким потребителем замечательными продуктами. Дополнительно я решал свои задачи. Я хотел создать уголочек в Петербурге, где мне будет очень комфортно. Я хотел уйти от офисной жизни. И я реализовал эту идею так. Что такое сыр вообще? Исторически сыр появился, когда людям потребовалось сохранять очень полезный продукт молоко на долгом промежутке времени. Сыр – это законсервированное молоко в сущности своей. И в зависимости от изначального сырья, травы и климатических условий, сыр получается очень разным. Как на сыр влияет выдержка? Сыр становится тверже и терпче. Из него уходит больше влаги. Вот, например, в составе нам четвери появляются такие кристаллики кальция, соли. В основном это кристаллы умами. Называется это умами. Пятый вкус. Пятый вкус, да. Он есть в некоторых биологических продуктах. К примеру, в сыре. Он также есть в нашем чае матья японском. И в тунце, который у нас не представлен. Это естественный ход развития вещей. С чего бы ты начал пробовать качественный сыр? Человек, который ничего, кроме российского, башипонского, и там, вёл, и вапинок не ел. Я бы советовал начать с более спокойных и приближённых сыров к тому продукту, который человек привык потреблять. Потому что есть сыры, радикально отличающиеся от российского, пашипонского и того, что называется голландским сыром в России. Да, я бы советовал лёгкие сыры по вкусу, лёгкие французские Камте, Бруэр, швейцарские сыры Грюэр. Это довольно-таки привычные на слух потребителю уже продукты. Но привезённые оттуда они действительно иные. Молоко бывает не только коровье, оно бывает и козье, и овечье. Что ты можешь рассказать о сырах, используя овечье в молоках? Сыры из различного молока обладают разными свойствами. В основном это сопряжено с гипоаллергенностью. К примеру, козьи сыры являются природно гипоаллергенными сырами, и их рекомендуют употреблять детям, склонным к аллергии на молочные продукты. Вот, к примеру, у меня у дочери такая же проблема. Сыры из разного молока обладают объективно разными вкусами и разными ароматами. Есть какие-то планы для развития? Чем планируешь заниматься через год? Я планирую развивать это место в дальнейшем. У нас есть очень много задумок по производству собственной продукции, различных кондитерских изделий и собственной фасовки чаёв. У нас есть очень широкая программа по распространению продукта сыра и чая, не сопряжённая с этим местом. А что за кондитерские изделия вы планируете? В кондитерских изделиях мы развиваем восточную тему. На данный момент мы уже производим на заказ различные чизкейки и кексы на основе японских чаёв. В дальнейшем мы планируем открыть производственную линию по производству японских десертов в Агасе. Какие сыры самые популярные у тебя в Агасе? На данный момент очень популярны испанские сыры. Мы вообще одни из первых, кто привезли в Петербург испанские сыры в очень широком ассортименте. И они прижились. А сколько? Какие куски обычно берут посетители? В среднем наши гости приобретают от 100 до 150 грамм одного вида сыра. А в сумме сколько у нас? Это кому как удобно. Бывает и 3 вида, и 5 видов. Но в среднем по 2-3 вида. Как ты рекомендуешь употреблять сыр? Есть общая рекомендация по употреблению сыра. Сыр должен согреться. Перед употреблением сыр следует достать из холодного места за 20 минут. Это состояние называется пустить слезу. Вот когда сыр пускает слезу, пришло время его кушать. Какие вкусовые сочетания с сыром ты можешь порекомендовать родным горожанам? Традиционные сочетания это фрукты, виноград, яблоко, вино обязательно сухое. И мы очень любим сочетания с финиками. Ты любишь плавление сыра? Как относишься к плавлению сыра в целом? К плавлению сыра я отношусь положительно. Вот, к примеру, фондю. Это отличный пример того, как из композиции множества сыров можно создать интересное и новое блюдо на вечер. Ну, все равно еще прекрасно социализирует. Да. Сейчас мы с вами попробуем сыр из Сомерс. Это Великобритания. Это чеддер экстра винтаж. Какой у него срок будешь? 18 месяцев. Как называется этот сыр? Это сыр Пекорино Бриака. Это овечьий итальянский сыр, вымоченный в красном виде. По-моему, это то, что я всю жизнь. Это потом искал. Это овечьий сыр, испанский, выдержанный в пещерах. Называется он Манчега и срок его выдержки полтора года. Это тоже Манчега, испанский, меньшего срока выдержки, выдержанный в пабрике. Вкусно-вкусно – это не только вкусное место на карте Васильевского острова. Это еще и очень интересный, харизматичный хозяин, который все вам расскажет о том сыре, который он продает. И даже даст попробовать. Здесь вы можете не только приобрести сыр, но и попробовать вкусный японский чай. Заходите, здесь очень вкусно, приятно и душевно.